Новое шоу подъехало! Настя, у меня к тебе не вопрос, а скорее просьба, можешь ли ты показать нам, как Элджей записан в твоем телефоне? Погнали! Сегодня у нас в гостях красавица, замечательная девушка, умница, кудрявая принцесса, Эльдар Джарахов. Соскучились по мне? В гостях Настя Ивлеева. Дайте аплодисменты, фашу. Ахай, Баля! Поехали. Ну что, Настя, все видели ваш недавний поцелуй с Лехой? Спасибо. Подожди, подожди. Не так быстро, не так быстро. Я поехала. Вопросов много будет, возвращайся. Допустим. Я сразу скажу, это ничего не значит. Ну сосалась, сосалась. Но Леха со сцены сказал, что это любовь. Но, несмотря на даже его слова, но это выглядит как дешевый хайп. Что ты скажешь по этому поводу? Во-первых, почему он дешевый? Нихуя себе. Да, это первая, блядь. Ой. Тут же не матеряться. А почему хайп? Что навело вас на такие мысли? Не верится. В искренность. А почему? Ну это были такие перипетии. Какие перипетии? Да, я хочу его поцеловать. О, нет. Такой сериал турецкий. Настюх, блядь, расслабься, ебашь. Блядь, ебашь, давай. Ну что, ну я спрашиваю, что такое хайп? Мне просто интересно в вашем понимании. Перипетии. Это хайп или... Когда люди что-то делают, что все об этом говорили и гадали. Вместе они не вместе. Ну а что, она виновата, если она под прицелом кажется? Все на показуху, когда так выставляется, так кажется. Да как, как? Я же медийный человек. У меня в целом вся жизнь такая на показуху. Нет, погоди. Я блог веду, в сторисах выходят. Нет, реально. Ответь нормально для всех. Сейчас просто, видишь, так, юлишь, я как зритель смотрю. Ответь нормально, блядь. Ну ты животное. Ну ты лягушка. Ебай, ебай. Все хотят знать, да? Мой корень. Вопрос, представь. Ты приходишь на концерт или в клуб. У тебя там бывший, с которым ты в хороших отношениях. Ну реально, без всякого говна и так далее. Ты нажираешься, ты бухая, посасешься ты с ним или нет, и все, там нет других вариантов. Ну, просто друзья. Конечно. Такая дружба. Дружеский поцелуй. Да. Он такой товарищеский, абсолютно, от души. Как Илья Ильич Брежнев с хомикером, знаете, ну а что, ну, мэ. Этот человек, говорит, не знаю, незнакомый, но целуется как бог. Спасибо. Спасибо. Настя, привет. Здравствуйте. Тебе сейчас 31, мне 18. Ты угораешь, чувак. Блядь. Ты сказал, все будет безопасно и по-доброму. Я пришла, мне просто хлопочу. Настя, она просто пришла повыебываться. Ты сейчас 31, мне 18. Бум. Расскажи, что вообще поменялось после 30, и к чему готовиться? Ей все 31, блядь. Ну, может быть, она за год осознала жизнь заново. Да знаешь, как вопрос, да я задам, подожди. А, блядь. Настя, мне сейчас 18, а ты 31? Как там в колене, в погоде? Настя, здрасте, добрый вечер, вам 31. Как живется ближе к 40? Ощущается вот этот четвертый десяток? А вам сколько? 18. Сучка. Как поменялась моя жизнь за один год? Я тебе скажу так. Ну, ноги в тепле больше. Ну, сложно, сложно. Собачий поезд там. Ну, самое хуевое, ой, самое плохое, то, что с похмелем сложнее бороться. Вот когда тебе 18, все просто вот так вот проходит. Хорошо, что я не пью и не узнаю этого. Это потому, что вам пока 18, все еще впереди. И вам никакая скотина не разбила сердце. Ой, первая любовь, будете замуж, конечно, все еще впереди. Я вот это прожила, а вам еще вот как бы страдать и держаться на плаву, так что разбивать сердце. Настоящая фронтовая подруга. Ты дочка эта? Что ты намаха понешь всего этого? Ну, это правда. Вот, а так, что, держимся? Ну, грустно, конечно. Мне 42 рассказать. Ну, я попозже задам этот вопрос. Как живется после 40? Сейчас пока что после 30 интересует. Увидимся через 10 лет, Настя? Нет, я не хочу. Да страшно, страшно. Не хочется принимать этот факт, конечно же. Ужасно, утопия. Если получится не нырять в этот возраст, сделай все возможное. Останься на берегу. Да, да, да. Спасибо, Ижа, за пожелания. Давай, с Богом. Реально 30-летний ответ. А на стишку безопасность. У меня к тебе вопрос. В интервью с Литвиным ты сказала, что переспала бы с любым человеком за 1 миллиард долларов. Я это читал, кстати, даже я в прессе писали. Да, да, да. В газетах. В общем-то вопрос. Есть ли все-таки такие люди, которым ты бы все-таки сделала скидку? Давай троих. Миллиард долларов там было? Да. А скидку какую? Ну, вот твоя скидка. Ну, о чем все? В ипотеку как-то там? Чистями. По взносу как? Просто скидку. Ну, наличные. Миллиарды. Представляете, сколько наличные? Ну, вот я видел миллиард. Ну, это много. Как наличные? Зачем тебе эту скидку-то вообще? Ну, как бы, либо миллиард, либо ничего. То есть, я приходил и говорит, у меня есть только 900 миллионов долларов. Не, ну ладно. Пошел вон. Пошел вон. И 700 франков. Пошел вон. Ну, ладно, подожди. Если... Ну, давай. Да нет, надо стоять на своем. Нет, либо миллиард долларов, либо... Йо, если у кого-то хотя бы полмиллиарда долларов, если приходите ко мне, мне похуй вообще. Дешевка, половинщик. Достойно. Как есть. Спасибо. Я бы просто поебалась бы за миллиард. Достойно. Достойно. Настя, смотри, во время передачи Орел и Решка ты очень много путешествовал по миру. Скажи, необычные страны и места, где ты занималась сексом? Вырулил. Блин, ну там было не до этого, если честно. Там было так много работы, что как будто бы некогда было заниматься этим. Ну, в ЧБД ты рассказывал просто, что на свингер-пати ходили, все нормально было. Да, забыла, что ли? Да. Подожди. А, да. А, подожди. Ну, я там не занималась сексом, там люди занимались сексом. А я рядом стояла. А я просто была рядом. И ходила. Говорю так, ребята, вы молодцы, я с вами. Давай я тоже. Йо. Да, да, продолжайте. Так Настюха, ты куколт, блядь. Настюха, куколт. Нет, я там не занималась сексом, я приехала... Хорошо, Настюх, вот в какой стране лучше всего ты потрахалась вот в своей жизни? Россия! 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 Следующий вопрос. Тону два твоих близких человека. Началось. У тебя только один спасательный круг. Кому ты его кинешь? Джарахову или Элджею? Жестко! Я не был твоим бывшим мужем, я не обижусь. Слушай, я... Просто заблокирую. Дай мне утонуть! Слушай, ну, я кину Джарахову, потому что Леха, как бы, все, нас уже ничего не связывает, мы бывшие, а Джарахов мой, нынешний друг, мой братик, я его люблю, и как я без него буду жить? И Леха умрет? Ну, это он сам уже решит, там, как... Блядь, какой ужас! Леха умрет. Почему умрет? А я, бля, Лехе дам круг, бля, мы вместе будем, блядь! А он такой... Не, а Джарахов такой круг будет отталкивать и опять подплывать ему. А-а-а-а! Не, ну, если он тонет, значит, он захлебывается водой, все, такой... Вот это вот. Ну, получается, умрет. Да? Не жалко? Жалко. Жалко, конечно. Хорошего человека всегда жалко. Ну, надо выбрать. Но Джарахов мой братик... Я думаю, что Джарахов напишет неплохую грустную песню. Мне очень приятно, но очень некомфортно сейчас. Мне тоже некомфортно. Леха утонул, блядь! Леха охуенный мужик, блядь, утонул, блядь! Он не расстроится. Он утонул, да! Ну, какая-то такая история. Прикольно. Надо же было выбирать. Ну, спасибо. Спасибо вам. Все вы знаете о том, что у меня жена и две дочки. Это значит, что мне нельзя не иметь подарков даже по самому маломальски важному поводу. Поэтому в такие моменты меня очень выручает мобильное приложение «Золотое яблоко». В нем вас всегда ждет огромное количество косметических и парфюмерных брендов, а также постоянные скидки и акции. Также совсем недавно в мобильном приложении «Золотое яблоко» появились новые категории, такие, как товары для дома, для детей, музыкальные пластинки, виниловые проигрыватели и даже товары для животных. Все, что нужно, не просто в одном месте, а всегда с вами в мобильном телефоне. Для всех зрителей «Вопросы ребром» специальный бонус. Только одну неделю будет действовать мой промокод «Бьюти Баста». Скачивай приложение или открывай его прямо сейчас, если оно у тебя уже есть, и получай дополнительную скидку 15% по промокоду «Бьюти Баста». Важно! Скидка действует только на покупке в мобильном приложении «Золотое яблоко». Есть бренды исключения. Всем привет! Меня зовут Надя Булгакова. Очень неприятный сейчас будет вопрос, я уже вижу, да, какая там будет просто вот… Соу-соу! Крем, который не смывается с рук, да? Настюшка, пересмотрев свое интервью, ты сказала, что 15 сантиметров это в итоге норм. Ты правда считаешь, что это нормально? Или ты просто боишься кого-то обидеть, может быть, своего нового парня? Это хорошо, это хорошо. Это хорошо ты сказала. Это первый хороший вопрос за сегодня. Ты молодец. Реально. Ну, как сказать? Давайте поразмышляем. Конечно, если есть возможность… Квартиру побольше? Ну, как бы, да. Метра, чтоб позволял, развернулся. Если потенциал позволяет, то это, конечно, приветствуется. Но это не значит, что это для меня норма. Это просто норма. Вот. Это не так страшно, вот, не так критично. Но это не… Ну, короче… Ну, короче… Ну, это не… Я не могу. Ну, это не… Господи, я смутилась. Ну, какие нынешние, нынешние твои стандарты? Скажи цифру. Покажи на руках. Да, лучше, лучше покажи. Нахуй цифры. Да, согласна. Блядь. А дайте линейку. В этот раз не взял с собой. А на телефоне есть линейка. Ну, давай по телефону померяем, что ли. Ну, давай. Это вот, допустим… Ну, это, конечно… Не называй цифр, просто визуально. Это видеоблог. Телефон – это 15 сантиметров. Да? Да. Правда, это 15 сантиметров? Это 100%? Ну, окей. Да я вот пытаюсь понять. Ну, вот, девчата, для вас вот представим, да? Вот это вот пенис. Блядь. Вот представь. Хотелось бы… Вот. Вот теперь давайте посмотрим. Вот давайте телефон обратно. Вот давайте теперь посмотрим. Настя, спасибо тебе. Ну, короче, как будто бы есть куда стремиться. Ну, типа, для тебя чем больше, тем лучше. Ты знаешь, я тебе так скажу. Это вот такая же история, знаешь, когда говорят «да и пофиг, главное, чтобы он им владел хорошо». Это такой же пиздеж, как говорят, что внешность не главная. Каждый человек обращает внимание на внешность и только потом смотрит там на душу, на качество и так далее. И здесь такая же история. Конечно, нам всегда нужно, чтобы человек был и симпатичный, и чтобы у него был большой член. Ты супер, Настя. Почему у тебя постоянно такие плохие шоу? Почему провалилась «Кобры» и сколько ты за это денег оставила? Потратила. Потратила, прошу прощения, русский язык. Слушай, ну, я, во-первых, не считаю, что «Кобры» провалились. Во-вторых, у нас, к сожалению, не развита культура просмотра и вообще принятия данного формата. Но то, что мы сделали первые в России и сделали такой эксперимент, я очень этим горжусь. И я считаю, что это одно из лучших вообще шоу, которое я делала в своей жизни. Ну, это ж такой кринж. А в чем кринж-то? Расскажи мне. А в чем кринж-то? Ну, давай, давай. Я смотрел, знаешь, кто был? Гудок. Да. Ну, весело. А в чем кринж-то? Что для тебя кринж-то? Ну, не знаю. Типа, может быть, это не совсем подходит пока что нашему менталитету. А в чем кринж-то? Ты говоришь кринж. Что для тебя кринж в этом шоу? Ну, не знаю. Я, например, странно отношусь к формату того, что мужчины переодеваются в женщины. Но если ты странно к этому относишься, это не считается кринжом. Это твое сугубо личное мнение. На самом деле, тут вступлюсь. Очень часто чуваки делали, даже если брать русский хип-хоп, появился в свое время Яникс, например. И для всех, кто привык к стандартному хип-хопу, это было кринжем, потому что чувак в российской реальности начал читать про деньги, про сучек и все такие, что ты несешь. Прошел год, прошло два, и все начали так делать. Просто, знаешь, иногда можно опередить время. И, во-первых, это вообще развитый формат по всему миру. Просто у нас чуть-чуть как бы хромает вся эта движуха. И это же шоу, это как театр. В театре, представляешь, тоже есть мужчины, которые переодеваются в женщины и играют роль. Просто это твоя неосведомленность и твои границы, которые ты себе ставишь и не хочешь их расширять. Вот и все. Деньги, сколько потратил? Деньги, деньги, сколько денег? Все, понятно. Сколько это в рублях? Очень много. Ну, примерно. Очень много. Спасибо, Натя. Очень много. Не помнишь просто? Нет. Я не считаю деньги, я не знаю. Давай скажем, сколько денег мы потратили? Весь подачи. 34 миллиона. Ух. А сколько выпусков вышло? 6, да? Ура. Вот так, нахуй. Не из Кобур, нет? Похож. Да? Ну не, не из Кобур. Да, из Кобур. Приветики. Приветики. Настя, у меня вопрос. Настя, мне сейчас 21 год. Да, бля. Настя, они все выебываются. Это эйджизм. Они все выебываются. Да, мне сейчас 21 год. Да, ура. Тебе, насколько я помню, 31. Мы все это помним. Прости, пожалуйста. Прости за то, что я напоминаю тебе о твоем возрасте. Это неприлично. На прекрасный возраст. Это неприлично, я знаю. Прости, пожалуйста. Но тебе можно. Но, вопрос. Вот я бы, например, в своем возрасте с тобой никогда в жизни не переспал бы. Понятно. Это в своем, чел. Интересно, почему. Это в своем. Стой, стой. А в каком бы возрасте ты с ней переспал, братан? Я бы подумал над этим, пока не могу сказать. Ладно, с Жараховым переспал бы. Я подумаю над этим. Он подумал, он подумал. Соу-соу повлече. Это соу-соу. Настюш, скажи, пожалуйста, Как ты относишься к отношениям с людьми, которые гораздо младше тебя? Ну, судя по моему опыту, потрясающе. Нет, гораздо. Прям, ну, вот. Когда разница, она вот прям совсем сильная. Ну, ты против, для кого она мил. Что-то типа того. Так что плохого-то? Она просто великолепная. Нет, ничего плохого. Вообще. На самом деле, я нормально, спокойно ко всему отношусь. К этому особенно, если человек совершеннолетний, делаем лютый гоу, и все. Почему нет? Если мы друг другу нравимся, то что? Ну, как бы. Это правильно. Молодец. Поддерживаю. Слушай, а Ида Галич нас никогда не остановит. Подожди, а зачем ты вначале сказал, я бы с тобой не переспал? Теперь у меня вопрос. Ты просто, ну, оскорбить человека захотел? Не-не-не-не-не. На самом деле, ну, это так, чисто, просто, ну. Чисто введение, скажем так. Введение эти. Привет, Настя. Хочу задать тебе вопрос. Тебе уже, как мы все знаем, за 30. Да, поехали. Какое, а? Хуя, ну, ребят, спасибо, что пригласили. Погнали. Не хочешь ли ты детей? А, все? Ну, там, с продолжением. Ну, на данный момент нет. А как ты относишься к сыну Иды Галич? Может быть, ты с ним играешь? Как ты коммуницируешь? Нравится ли тебе это? В смысле того, что она любит помоложе, что ли? Да, в свободное от работы время я именно этим и занимаюсь. Нет, к сожалению, я не играю с ее сыном. Но теперь буду. Вообще, если что, к детям я отношусь ок. Просто сейчас не тот период. Как бы ты же не можешь просто взять, пойти и родить. Это же нужен человек как-то. Ну, 9 месяцев на минимум еще как-то. Время уделять этому всему и быть готовой. Ну, пока в моей жизни нет такого периода. Как бы нет человека, от которого я нарожаю столько детей. А мама не говорит? Знаешь, когда мама говорит, ну шо ты, Настя? Не, она не говорит. Прикинь, мама, мама сидит такая. Слушай, я тут не могу. Я думал, ты ей говоришь, мама, мама. Настюш, я тут кроссворд не могу разгадать. То, чего очень я хочу. Четыре буквы. Первая Д, вторая И, третья И. Короче, одной буквы не хватает И. Дед, дед, дед. Одна последняя, подскажи, пожалуйста. Не, не, она у меня нормальная. Вы там чё, пизданулись, честно, блядь? По вопросам. Есть чё-нибудь, ну, цивильное? Настя, у меня к тебе не вопрос, а скорее просьба. Можешь ли ты показать нам, как Элджей записан в твоем телефоне? Неизвестная панель. Ну, не знаю. Я думала, мы после этой подписи в целом всё поднём. А что? Ну, я не переименовывала его стих. Ну, казён, ну чё? Не, не. Я не переименовывала его стих. Ну, как любимый. Чел, который выступает с Федуком. Друг Федука не брать. Ну, а как он у тебя сейчас записан, если ты не исправлял? Ну, показывай. Да ну нет. Не переживай. Да я не переживаю, мы забудем потом. Да у меня нет телефона с собой, я не могу. Ну, реально, серьёзно. Ты же помнишь по памяти, однозначно. Сука. Да я не скажу, идите в жопу. Ну всё, пусть это останется в телефоне. Да, там надо будет расшифровывать. А я у тебя до сих пор записан как член Украины. Да. А, кстати, почему мы такое прозвище тебе дали? Я не помню. О чём понятно. Тут жерох во мне записан как член Украины. Ты у меня, Настюшка, пиво разливное. Бля, чувак. У нас такая настоящая жизнь с тобой. Мы такие друзья вообще. Настя, у меня такой вопрос. Я лет с десяти. Не общаюсь со своим отцом. Недавно он позвонил мне и захотел со мной близко пообщаться и наладить тёплые отношения. Как ты думаешь, стоит ли ему верить после стольких лет, что мы не общались? Ну, мне кажется, что если человек делает шаг навстречу, тем более такой важный, не чужой, стоит попробовать. Я бы попробовала. Спасибо. Малышка, знаешь что? Можно добавлю, извините, пожалуйста, много меня, наверное, но тут такой важный момент, что взрослые люди иногда такие же дети, как мы. Ну, правда, понимаете, что я говорю? Ну, я тебе 42 года, конечно. И пока папа не выходил с тобой на связь, и ты с ним не выходила на связь и не понимала, почему, возможно, он просто боялся это сделать. Поэтому, конечно, каждый человек в этом плане, ну, заслуживает шанса. Без каких-либо подводных камней. Попробуй это сделать, это же, блин, круто. Правда, иногда стоит понимать, что супервзрослые люди, которым уже там 50, 60, 70, они иногда сомневаются точно так же, как и 15-летние. Поэтому, конечно, да. Извини, что залез. Вот. Спасибо. Привет, Настя, ты у нас теперь спец по чипсам. Может быть, ты знал то, что в Дании появились чипсы со вкусом вагины. Не хотел бы что-то подобное замутить? С чем со вкусом подойдет? Вагины, вагины. Чертим, я говорю, никакой непонятно. Со вкусом вагины. Хочешь такие сделать? Вагины? Да. У кого, у Дании? В Дании появились. А, в Дании? Я думала, у Милохина появились. Я думала, в Дании молодец. Думаю, ничего себе, подсуетился. Молодец. Врачишка, да. На шаг впереди, представляешь? Думаю, да, что там, блядь. А мне интересно, как они вообще добывали эти вкусы? То есть там же какие-то... Я могу рассказать. Давай. Но если они будут в коллаборации с Эльдаром Джарахом, что он будет подбирать самые лучшие специи, так сказать, и тестить на вкус, чтобы было не пересолено, да, как бы. Ля, у него волосы загорелись. Не было. Если Эльдар будет не против сделать совместные чипсы со вкусом вагины, let's go. Скажи, ты сам бы шаманул таких чипсов? Ну, да. Слушайте, хорошо, вот к вам вопрос. Какие чипсы вы бы еще попробовали, которых не существует на рынке? Со вкусом арбуза. Вась, не хочешь попробовать чипсы со вкусом нормального чувства юмора? И тебе тоже следует с этого начать, я думаю. Жестко, ребята. Привет, Настя, меня зовут Соня. Я сейчас без отношений, поэтому у меня к тебе такой вопрос. Где в Москве можно познакомиться с нормальным классным парнем? И обязательно ли он должен быть рэпером? Ой, господи. Слушай, я не знаю, а где в Москве, но ты можешь объявить кастинг, то, что ты ищешь себе любовь, и собрать просто всю лучшую мужскую флейву и делать выбор. Как это сделать? Ну, постой на Джорашву. Ну, напиши в интернете, ищу мужчину, как бы скидывайте анкеты, оставляешь почту, потом смотришь и выбираешь. Над этим еще работают. Подожди, рядом. Меня Соня. Сонечка, ну посмотри, оглянись просто, оглянись по сторонам. Не видишь никого? Если что, я не настоящий рэпер. Кто-то может быть рядом, какой-то человек. Он фальшивка, он не рэпер вообще, рэпер он дерьмо. Это говорит, баста, отец рэпа. Нам надо поговорить. А ты женат? Я не женат. Ты свободен? Ну, я в принципе свободен. Блин, Джерахов, я вообще не понимаю, если ты когда-то женишься, это крах империи. Это все, понимаешь? У него все полгода на это есть. Это просто все закончилось. Тебе надо перед тем, как ты крякнешь, обязательно жениться, чтобы у тебя была вдова. Причем, прикинь, я лежу под капельницей. Вдова в жарах. Прикинь, у нас в гостях. Вдова в жарах. Жесть. Ты знаешь, она не разрешит тебя хоронить, и как Моцарта в Зальцбурге положит в люлечку маленькую. И будет там... Ужас. И твои песни будут играть, и будут... Здесь, в этих комнатах, создавал свои некленные творения господин Джерахов. Там играет песня, и мой елдак. Ну все, ну все твоя лучшая. Не, нравится жарах? Да. Забирай. Ну вот, где в Москве познакомиться? Рекомендуешь его? Да, рекомендую. Ну где, во Фрэнк Байбаста. Еееее. Настя, такая ситуация. Мне изменил парень, и сейчас он хочет меня вернуть. И вот как думаешь, прощать мне его или нет? Я думаю, что нет. Ну, как бы тебе решать, но мне кажется, что когда человек изменяет, это не круто. Если он сделает один раз, он, возможно, сделает это и второй раз. Не пугай ее. Ну, не знаю, как-то я к этому отношусь. Может, он дал ей честное слово. Это не хорошо, не плохо, просто я бы такое не приняла, наверное. Вот и все. А вы должны сами решать, как вы... Я же не знаю, что вы чувствуете к этому человеку. А с кем это произошло? Какие для вас нормы? С моим молодым человеком. Я понял, с кем он вам изменил? Сам с собой. Дрочил. Подлюка, блин. Ну, нет, как сказать, там интересная история, он изменил. Вот, поэтому я всегда люблю истории, потому что они всегда интересные. С двумя, если можно так сказать. Что? Ну, да. Ну, о чем здесь можно думать вообще? О чем тут можно говорить? Он во благо, говорит, что это не сделано. Молодец! Давайте поаплодируем вашему молодому человеку. Подождите, вы упустили момент, он говорит... Стой, извини, что он говорит, что это было во благо? Да. Он планету спасал. Продолжай. Может, он подарил счастье кому-то просто? А вы жестокое просто это не поняли, да? Нет. Он практически гринпифф. Нет, Вась, ну подожди, тут реально интересная история. Подожди, он говорит... Она не то, что интересная, она сумасшедшая. Пускай человек расскажет, во благо, что? Ну, в общем, мне написали две девушки одновременно, что... У нас горела пизда, нам точно нужно было ее потушить. Мне нужен был пожар. Сказали, что, ну, твой парень с одной вот из нас гулял, а с другой вот спал. Я говорю, что за фигня? Типа, не может быть такого. Он должен был сразу спать с двумя, он не такой. Что с одной гулял? А почему вы решили у меня вообще это спросить? Я же не Ага, там, Муценидзе или как ее там... Ну, интересно просто мнение. Нет, подожди, а почему во благо? Вот, рассказываю. Я спрашиваю у него, типа, что за херня? Так, его как зовут? Ну, допустим, его зовут, ну, Антон. Ну, сразу подвох чуется. Сразу. Чувствую, что он Антон, но... Ну, короче... И как вы ему говорите, Антош, слушай, есть информация не очень хорошая. С одной гулял, с другой спал. Это правда, Антош? Ну, он сказал, что да, но при этом девушки сказали, что он занимал у них деньги. И на эти деньги он, ну, получается, меня там водил в рестораны, покупал всякое. С одной стороны, я вам скажу, как говорили на старых шоу «Окна». Знаете, шоу «Окна» были такие? Пока, пока. Знаете, что я вам скажу? Простите вы его. Простите, ведь он все нес в дом. Деньги приносил вам. Дарил женщинам счастье. Всем, кто его окружает. Давайте просто поддержим Антона и простим его. Спасибо. Малыш, 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 стой, 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 нет, что за хуйня, нет, Малыш, вот смотри, у тебя уши похожи? Наш консультант Антон Греевский. Нет, ну подожди, ты сейчас пойдешь такая, ладно, блядь, прощу, твои уши похожи на унитаж? Нет. А хули он туда тогда сыт? Типа, дорогая, извините, я перетянул идеал, но, блядь, меня взбесило нахуй. Джарахов точно ваш друг, да? Они на тебя смотрят, вот так, девчонки с тебя смотрят. Дорогая, я водил, мне пришлось спать с этими сотнями женщин, чтобы ты поела. Стакановец, передави. Что ты за вопросик, тебе сколько, 18 лет? Да. Пиздуй дальше, все, забудьте эту хуйню, все. Какой отдельный совет. Ты прекрасна, пиздуй дальше, жизнь дальше лучше, просто пошел он нахуй. Все, спасибо большое. Эффект. Блядь. Теть, вы что, блядь, вы что, вы серьезно отпустили эту ситуацию, такие, блядь. Пошел он нахуй. Извините, все, я молчу, молчу. Ты молодец. Очки супер. На баре синяя. Ну так вот. Да. Анастасия, у меня к тебе вопрос. Очень похож на Федука, кстати, да? Да, да. Кодирование. Да, да. Доработать. Старик, старик, давай уже, ну пожалуйста. Короче, в том году. В том году вышел фильм «Блогеры и дороги», прости, господи. Вот. И ты была там не только в качестве актера. Очки снять можешь, старик? Ой, одень, 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 одень. Я говорил, я говорил. Надень. Вот, не только в качестве актера, но и в качестве режиссера. Скажи, пожалуйста, с какой из этих двух ролей ты справилась хуже? И будут ли подобные шедевры в ближайшее время? Повторю. В «Блогерах и дорогах» ты выступала как актер и как режиссер. Ну как актер, это мы не были актерами, это была реальная жизнь. Да, возможно, она где-то была реализована не так хорошо, как бы хотелось. Но задумка охуенная, мне кажется. В рамках передачи у меня, в мою сторону, можно здесь это задать, в этот вопрос тебе? Потому что мне летят, я-то знаю, как было, я помню, как это придумывалось. Но в какой-то момент, когда на кинопоиске появились «Блогеры и дороги», там было написано, что это при поддержке Ростуризма. И в мою сторону очень много говна прилетело, в том числе... Ну то, что и продажная шкура, это знают все. Это-то понятно, нет, если... А тут-то в войне обидно. Нет, одень, иди. И в том числе говна прилетело от наших, там, старых корешей, что, типа, бля... Меня пока... Не-не-не, от наших старых корешей... Старых мэйч-мэйч... От наших старых корешей, типа, там, Руслана и еще кого-то еще. Я очень хочу закрыть вопрос, потому что я ходил, всем говорил о том, что нет, но мы никогда с тобой это не обсуждали. Это проект, снятый на твои бабки или на бабки Ростуризма? Самое хреновое, то, что я сняла, это на свои бабки. И это не окупило. Понял. Это ужасно. Нет, так суть вопроса, планируются ли же такие, как бы, проекты еще в ближайшее время? Да, будет третий сезон, да. Конечно. Егай, бля... Кто-то же должен делать хуйню, ну, типа... Мать, я в деле. Да, да, конечно. Качественного контента много в интернете. Кто-то должен, как бы, понижать градусы, внедрять какое-то разнообразие. Так что третий сезон не за горами. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо. Анастасия. Ой. Раскрой секрет, скажи честно, как не уставать, столько выебываться? На самом деле, крутой вопрос, прям суперский. Очень-очень острый вопрос. Как не уставать? Слушай, это вот какой-то дар, который, наверное, при рождении дается, поэтому я просто специально над этим не работала. Как-то оно все от сердца идет от души. Как-то оно заложено, понимаешь, внутри, вот каким-то божьим промыслом, так сказать. И как-то я и не задумывалась. Красиво, даже сейчас выебываешься. Я не выебываюсь. Как тебе это дается? Так легко и не принушится. Ой, я даже не знаю, если честно. Просто от души. Надо делать это от души, братишка. Вот и все. Если делаешь от сердца, то и инструкции не нужны. Она сама как песня пойдет, понимаешь? Ваебон за ваебоном, так сказать. Настя, у нас есть в разные страны, в разных городах приходят люди и оставляют видео вопросу нашим гостям. О, кайф. Из Челябинска вопрос. Привет, меня зовут Вячеслав. Я нахожусь в ресторане Фрэнк Байбаста, город Челябинск. И вот мой вопрос. Тяжело ли было сниматься в фильме «Монастырь»? И почему именно вы были выбраны на одной из главных ролей? И верите ли вы в Бога? Ура! Ну, начнем с Бога, конечно же. Я верю в него, верю по-своему. Но мне кажется, что так все практически делают. У нас у каждого есть свое какое-то личное восприятие всей этой истории. А насчет, почему я была выбрана на главную роль? Ну, как мне объяснил режиссер, что он не хотел приглашать актрис уже с каким-то стилем каким-то. Да, да, да. Что у них есть какая-то определенная уже подача читаемая. И хотелось как бы нетипичного, скажем так, необычного человека. И они на самом деле рисковали, когда приглашали меня, потому что не знали, вывезу я это актерский или нет. Но в целом, когда прошли пробы, мне реально дали очень сложный кусок. Там был вот именно момент исповеди, как моя героиня Мария приходит к священнику и рассказывает историю о том, как она потеряла свою бабушку. Как бы у меня, слава богу, в жизни такого не было. И пришлось как-то искусственно на себя это применять. И я еще так всегда задумывалась, как у актеров получается плакать. Вот по щелчку, знаешь, хоп, заплакали, хоп, перестали. И каким-то вот реально чудом, когда я вот этот кусок, в общем, на пробах отрабатывала, у меня вот именно на середине, не в начале, когда ты себя вот натаскиваешь, а именно в середине, когда произошло вот это вот откровение, у меня получилось заплакать и уже вот этот текст интерпретировать через какие-то свои ощущения. И это очень сильно всем понравилось. Они поняли, что это все не бессмыслится, и можно как бы со мной что-то попробовать, что мы и сделали. Это было очень сложно, это был адовый период в моей жизни, потому что мне пришлось вжиться в роль этого персонажа. И мы же еще жили в командировке, то есть как бы у меня не было выездов в Москву, я не встречалась с друзьями, я учила текст. И поскольку я не владею актерским аппаратом, так, чтобы вот включать-выключать эмоции, мне приходилось свои личные переживания ворошить из прошлого, на себя это надевать и как-то вот с этим заходить в кадр, проживать. Я помню, что у меня, ну, короче, это были адовые дни, что я даже пила успокоительные, наверное, неделю, чтобы меня вот не трясло и как-то, короче, ложиться спокойно спать. Но эксперимент был офигенный, и это меня натолкнуло на мысль, что нужно учиться на актерском и как-то этот талант развивать. Вот и все. Спасибо большое. Спасибо. Я честно могу сказать, что выпуск был непростым, но я отдаю должное, что те люди, которые здесь собрались и задавали тебе неудобные вопросы, это люди, которые, правда, тебя любят и просто хотели узнать о том, что их действительно беспокоит и волнует. И я снимаю перед тобой шляпу Михаила Боярского. Ура. Да, потому что ты справилась достойно с этим очень. Я, клянусь, сидел... Баста, блядь, даже с Боярского шляпу снял. Извини. Прости. Итак, сейчас тот этап, когда мы проголосуем. У нас есть голосование. А-а-а. Да-да. Если вам покажется, что Настя, Настя лукавила где-то, была нечестна, пыталась выглядеть лучше, чем Настя на самом деле, вы поднимаете черную свинью. Если же на самом деле наша Настя вам показалась открытой, поднимаете красного динозавра, и тогда за этот ужин плачу, сука, я опять. Ура. Ну что, голосуем. Это было бы странно, если бы ты подняла черную. Так, а что там большинство? А-а-а, мои! Спасибо большое. Вроде бы я искренняя и добрая, и классная. Ура. Могу ехать спать? Я хорошо знаю Настю, поэтому я 50 на 50. Это любая женщина 50 на 50, бро. Аплодисменты. Спасибо. А почему, это из-за Джарахова, да, еще добавилось денег, да? 150 косарей, Джарахов, ты по вину, конечно, бомбанул сегодня. Блин, у меня меньше было. Да. На 12 тысяч. Да. Слава богу, что ты об этом помнишь. А сколько, какой счет вышел? 150 косарей. Жесть. Спасибо большое, аплодисменты. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. ГРОТ